Должна ли быть лицензия у организации, которая занимается оказанием услуг по категорированию и созданию паспорта? То есть по полноценной работе по паспорту АТЗ? Нет, официально такого документа нет. Есть определенные нюансы, которые я не могу говорить публично, но официального документа нет. Если эти нюансы вам интересны, можете мне написать, я вам поясню. Единственное, что могу сказать, что есть такой важный момент, что непосредственный исполнитель, человек, который будет проводить категорирование объекта, то есть ваш представитель организации, который будет вам оказывать услугу, он должен иметь удостоверение по антитеррористической защищенности объекта, повышению квалификации по программе 144 часа. Прямо на категорирование у него могут это спросить, это необходимо. Также может такое получиться, что данное удостоверение необходимо будет иметь руководителя. Обычно его не спрашивают, но в первую очередь для цели проведения инструктажа оно, разумеется, конечно, необходимо. То есть если мы говорим, что необходимо минимизировать все риски. Но подробнее о том, какие у вас должны быть документы для того, чтобы правильно, корректно пройти категорирование, чтобы были минимальные требования, вы сможете, конечно же, от меня получить, пройдя со мной процедуру паспортизации объекта.